Лиза Сайтилис Лиза Сайтилис всемирно известный греко-итальянский скульптор, художник, дизайнер и ювелир. Сегодня она впервые приехала в Беларусь, чтобы поприветствовать белорусских бизнес-леди на премию, которая впервые проходит в Минске Forbes Woman Belarus Awards. Я думаю, что вы приехали, потому что у нас есть пандемия, но вы найдете возможность приезжать в нашу страну. Я вам скажу что я очень верю в мою мечту. И я знаю, что я абсолютно защищен от Бога. Это очень важно. И это очень важно. Я не волнуюсь. И даже в последних временах, я не боялась. Я тоже в COVID-19. Но я это делал в очень счастливом способе. И это очень важно говорить о успехе женщин в арте, как вы. Конечно. Я хочу, чтобы вы рассказали нашу женщину, как стать известной, как получить этот успех в мире. Вы знаете, это очень специальная вопрос, но она имеет очень сложную ответственность. Но это не есть рецепт. Это не есть рецепт. Как стать успешным. Потому что когда ты становишься, ты даже не знаешь, ты не думаешь о том. Ты не начинаешь. Ты просто начинаешь. Ты не начинаешь с такой мечты. Это не ошибка начинаешь с того, что в конце появляется. Потому что все должно быть очень большой работой. Дисциплина, self-дисциплина, работа, и констанция. Если ты постоянно работаешь, всю свою жизнь, в то, что ты веришь, в то, что ты любишь, в то, что ты даетんだ. Плесня и счастье. Тогда нет никакого способа не быть успешным. Но при успехе, ты должен победить. Вы должны создать его. Вы должны создать его. Вы должны быть formed. Вы можете быть, я думаю, raised Gott и покидить. Но если ты не работаешь, ты никогда не получаешь результат. как вы можете иметь важную минуточку с лучшими диамонами. Это будет zero, totally zero, если они не работают, они не делают все это константное работа, которые должны быть сделаны для достижения финальной решения. И это успех, я должен сказать, что это не что-то, что вы можете получить, если вы планируете это, но это что-то, что происходит как натуральный апотеоз из-за жизни, полной жизни, абсолютно очень трудно. Вы посмотрите на все эти стены в мире. Я возьму пример, здесь у вас есть один русский, невероятный бог, это как бог Муреев. Плешиска, я тоже, но Муреев был также знаменим в целом мире. Но это очень сложно, потому что у вас есть экспедиции по всему миру. Это очень сложно их организовать. У меня есть Жан-Поль, его сын. Наполеон, конечно, который организовывает все. Вы должны иметь кто-то, чтобы выполнить каждое дело в каждой секции. Вы не можете делать все. Докторские, которые работают, они должны иметь медицинские, чтобы им дать, что они нужны, чтобы срезать, чтобы делать все. Вы можете быть, действительно, мастером. Но вы должны иметь другие, которые работают в вашей направлении. Ну что, едем на премию First Woman на русском языке? Такие наряды? Да, да, да. И надо делать другие вещи, в других странах. Итак, Лиза Сатили специально прилетела из Италии посетить данное мероприятие. Она всемирно известный греко-итальянский скульптор, художник и ювелир. Творчество ее многогранно и уникально. Родилась Лиза в Греции, училась в Академии Брера в Милане. Италия для нее стала второй родиной. У нее знакомство следующее здесь просто обомлеете. Джорджио Декирико, Энди Уорхол, танцор балета Рудольф Нуриев, Пабло Пикассо и Сальвадор Дали. Это были ее друзья. Вот. Теперь я умолкаю. Давайте послушаем. Когда я сказал, я так счастлива, я извиняюсь, я не могу говорить в русском. Но я уверен, что кто-то будет переводить вам. Но я не могла быть счастлива. Я был весь мир, весь мир, весь мир. Но здесь, я нашел, действительно, в семье. 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 В семье, вы казались здесь. Вынивали. Вы забыли. Вы добились лучшие. and I want to wish all the best and I want to ask everybody to do everything they can to help women to absolutely conquer and to get the place that they absolutely must have in the universe in all global parts of Earth because women really are polyhedric of course the men can you translate a little? I don't listen, I am sorry you will hear the concentration of what I mean by fantastic I drink champagne a little bit I can't too much concentrate I did not know that I should have to be slowly speaking to translate but you can say the meaning of what I said I would like to welcome everyone and she is very happy to come to Belarus it is one of the most favorite countries in the world and she says that she is the most beautiful girl we have an American foundation Dojo de Kiriko foundation in America and we sponsor many projects and course projects from women too we are open for everybody to speak with us and to come to see us if we can do we will do everything for Belarus because we love your country I wish all the best I let Senya to say what I spoke thank you so much thank you so much thank you thank you thank you thank you В Беларуси вы найдете красивую коллекцию, расскажите нам о нем, как его назвать. И это название Лиза. Это Лиза Аден, Лиза работа. Лиза, я имею в виду невероятную энергию, позитивную энергию. Но это приходит из этого места. Я не так много на этом Земле, потому что я не смотрю так много на типористику, о том, что они привыкли к результату, к результату, к результату, к результату, к результату коммерческого выхода, денег. Я не важно. Я никогда не думал, что это было. Может быть, я не так и хурум, я так и более экстратерестрия. Я также был счастлив, что моя семья позволила мне не иметь такой стресс и обязательности. Но, первое, я верю, что кто-то должен делать то, что он верит в себя. Когда ты веришь в себя и у тебя любовь для того, что ты делаешь, ты положишь энтузиазм на это. И вся эта красота вашего характера... Мы все у нас есть пакет в себе. И не все это не perfect. Ничего не perfect в этом мире. Но ты должен быть able, чтобы собрать и собрать все лучшее. Как в лучшем себе, в лучшем себе, в лучшем мире, в лучшем мире, в лучшем мире, в лучшем мире. В лучшем мире. И в лучшем мире, ты не можешь получить негативный результат. Если ты не можешь получить негативный результат, то ты не можешь получить негативный результат. И давайте поговорим о энергии. Где ты берешь твою инспирацию? Опять же, я блестя. Ты родился так. Когда я родился, и я был несколько дней ребенком, все говорят, что они были абсолютно удивлены и удивлены. Таким образом, что глаза у ребенка... Немного ребенка, который уже родился, были двигаться. Я не знаю. Они говорят, что даже несколько дней после того, когда они привезли меня домой, они чувствовали, что я был уверен, что я изменился. И я смотрел с большим интересом, но с интересом, чтобы открыть. Таким образом я родился. Таким образом, это не меритие. Я был счастлив и блестя, как я сказал. Да, это меритие, что я делал. Это очень много работы, что никто не так легко может сделать. Я могу нести два, три дня, без утром, если я закончил что-то, что я хочу. И я могу только 15-20 минуты от немного отдыхать кофе и просто быть немного absent, и потом я получил энергию от space, от Бога. Я не знаю. Я не нужна регулярная способность для того, чтобы расстаться. Это зависит от того, что я делаю. Если я не интересен, то я нет энергии, ни пасхи, и ничего не может восстановиться. Но если я делаю то, что я делаю, и я абсолютно делаю так много, как можно, то я всегда full of энтузиазм и энергию. И что ты думаешь, есть ли разница между белорусской женщиной и Италией? Я скажу вам что-то. В конце женщины всегда есть Ив. Ив и Адам. Единственная женщина всегда стоитей за много областями. Мне более 뻔хиатрик – какая женщина Western, чем мужчина. Это действительно один из самых лучших стран, где я видела всю местность , где ты увидела всю местную женщину. И мне всегда есть для эстетической красоты. Конечно, мои глаза очень рады, что я не хочу, чтобы увидел блюдо, блюдо, африк. Но итальянцы очень специалисты, они абсолютно хорошо, и они очень специалисты, в целом мире. Но теперь все эти миксеры, которые существуют, они уничтожают этот аспект. Италия не нравится... Но я не говорю о эстетике, поэтому не мешайте эти вещи. Я полностью говорю о эстетике. Эстетика, которые мои глаза имеют здесь, видны красивые бодицы женщины, хорошо одновременно, свободные. Потому что люди, они действительно должны быть в их качестве, а не в их terrible болезнь и угрознение, как они уничтожили все люди сегодня. Это очень грустно. Но как я позитиваю, я надеюсь, что скоро мы закончим. Это был момент, верно, чтобы начать снижаться с семьей. То есть идеальные вещи, чтобы быть снижаться с человечеством. И дать, опять, цену на эти вещи правые. В том, что человек должен быть верным и верным. Мы были немного слишком много снижены от этих целей. И эти целей должны быть опять в наших сердцах, в наших семьях. в наших местах, везде. И я думаю, что нет негативных вещей без того, чтобы привести хорошие, позитивные вещи и я думаю, что это было необходимо, чтобы люди получали лучше вместе. И также рассматриваться, рассматривать свои ценности, которые у них неглотировали. Никогда не было так много value-неглотировано как в нашем времени. Потому что я думаю, что глобализация, это было бы круто, если бы это было правильно, чтобы люди little by little, как красивый пакет, красивый пакет. Вы не даете ребенка так, потому что мы делали плохие использования без того, чтобы знать. Все было сделано так сильным для всех. Не все было мягче, потому что это могло другое, и глобализация другое. Это означало для меня искусство, эстетика, красота, человечество, любовь. Я не хочу остановиться перед тем, чтобы рассказать вам о любовь. Это на уровне всего. И любовь была заброшена. Поэтому, давайте надеемся, что любовь приступает к человекам. И я имею много любовь для всех. И ты очень энергетичная и женщина, которая любит людей, и люди любит тебя. Я любит людей, да. И я надеемся, что люди получат даже небольшой эффект мою энтузиазию, но я абсолютно буду дать это всем. Итак, Лиза, Жан-Пол, как ты любишь этот ивент? Я должен сказать, что это было удовольствие для меня быть здесь. И это лучшая способность показать людям, что мы можем делать с критикой, и, конечно, с талантами. Это приходит из Грицы, из Италии, до Белоруссии. Поэтому, конечно, мы очень рады быть здесь. И скоро мы сделаем новый ивент, для моей мамы, Лиза, в Минске, в декабре. Фасшн это наш профессион. Фасшн всегда это.